Запасы привычных средств защиты закончились быстро. Больше всего масок эскетимцы купили в конце февраля. В одни руки продавали ограниченное количество изделий, чтобы обеспечить максимальное количество человек. Сейчас масок в продаже нет. На сегодняшний день сказать очень сложно, потому что у федеральных поставщиков масок пока нет. Мы работаем с федеральными поставщиками, масок пока нет, но сказали, что планово ожидается к концу мая. У региональных тоже их нет. Сказать сложно, что будет дальше. Для себя работники аптеки шили маски на заказ в ателье. К счастью, вата и марля в продаже имеются. Препараты от вируса тоже есть в наличии. Паника есть, но мы предлагаем людям не паниковать, потому что медикаментов в достаточном количестве. То есть противовирусные препараты есть. Заявочки делаем, они поставляются. То есть как такового на сегодняшний день дефицита препаратов нет. В период, когда высок риск заразиться в качестве первичного средства защиты, можно использовать так называемые лепестки. Они продаются в строительных магазинах. Преподаватель основ безопасности жизнедельности Михаил Чеков уверен, что такая маска защитит органы дыхания. Можно применить в принципе платок, простой шейный платок женский. Если девушка едет, допустим, женщина в транспорте, у нее шерфик, платочек. Если кто-то зачихал, закашлял или видите, что человек болеет, можно обмакнуть лицо именно этим платком или шерфом. И тем самым защитить органы дыхания. Можно взять простой носовой платок, приложить его к лицу и таким образом двигаться. Есть еще один надежный способ защиты. Представители старшего поколения могут вспомнить уроки НВП, на которых шили ватно-марлевые повязки. Смотрится громоздко, но работает отлично. Сгибаем верхнюю часть, сгибаем нижнюю, расправляем. Режем по 30-35 сантиметров завязки. Ватно-марлевую повязку в свое время умел делать каждый советский школьник. Михаил Чеков вспоминает, что их даже хранили в кабинете на всякий случай. Чтобы сделать, потребуется марля размерами полметра на метр, кусок ваты 20 на 20, толщиной 2 сантиметра. Но и знание, как это делать правильно. Вообще предмет основы безопасности жизнедеятельности, он практикоориентированный предмет. И поэтому периодически, ну как сказать, программа, конечно, существует, но в зависимости от того, какая ситуация складывается в стране, в обществе, в мире в целом, вот всегда жизнь вносит сама свои коррективы. И преподаватели ОБЖ стараются обращать внимание вот именно на практическую составляющую, для того, чтобы юные граждане нашей страны знали, как себя защитить и как помочь другим. Пробуем сегодня сделать маску из подручных средств. Используем бумажные носовые платки, скрепки и канцелярские резинки. Этот способ Михаил Чеков увидел в интернете. Решил поэкспериментировать. Платок складывается в гармошку, при помощи скрепок прицепляют резинки. Маска готова. Мы можем применять, закрыв рот и нос. Всё, готово. То есть такая, как лепесток получается? Да, она получается, как лепесток. Может быть, она менее эффективна, но за неимением чего-то другого можно применять её. Но самое главное – не поддаваться панике и соблюдать правила личной гигиены. Чаще мыть руки, стараться не трогать поручни и дверные ручки. Избегать скопления людей. И помнить, что только врач может поставить диагноз и назначить лечение. Субтитры создавал DimaTorzok